Друзья, всем доброе утро! Сегодня хочу ободрить каждого из вас одним откровением или пожеланием, личным переживанием, связанным с праздничными днями. Праздничные дни у всех вызывают разные ассоциации. Кто-то их ждет, кто-то ненавидит праздники, кто-то ожидает встречи друзей, а кто-то переживает встречу с отверженностью, потому что его не позовут на большой пир, его не ожидают на каких-то торжествах, возможно, он останется один. Этот человек из грусти уже подразумевает, что самый лучший собеседник его в эти дни будет телевизор, а может быть и даже его не будет. Это непростые дни праздничные, но есть что-то, что, я надеюсь, может придать смысл каждому праздничному дню. Если мы посмотрим в Библию, мы видим, что Христос, он бывал на праздниках. Иоанна, 7 глава, есть одна история, когда Христос разговаривал со своими братьями и говорит, «Я не пойду на праздник, идите без меня». Но он остался в Галилее, и 10 стих написано, «Но когда пришли братья его там, и он пришел на праздник, неявно, но как бы тайно. Христос ходил на праздники, он посещал брачные торжества, и везде, где он был, он приносил с собой что-то божественное». Я хочу предложить каждому из вас, приходя на какие-то праздничные мероприятия, приносить что-то божественное вместе с собой, приводить Христа вместе с собой на праздники. Может быть, вы предложите помолиться о чем-то или за кого-то. Может быть, предложите поблагодарить Бога за уходящий год и наступивший год. Может быть, возникнет нужда, и вы предложите людям, находящимся рядом с вами, молитву. Я не знаю, как вы это сделаете, но я уверен, что если вы попросите Бога об этом, скажите, «Господь, я хочу приносить Твое присутствие, я хочу приводить Тебя на любое праздничное мероприятие, где буду находиться я сам». Я уверен, что Бог что-то будет подсказывать вам, «Чтобы вместе с вами на любое мероприятие приходило Божье присутствие». Как-то раз я слышал одну интересную историю. Одного служителя пригласили на торжество. И было много неверующих людей, похоже, все были неверующие. И когда они собрались, он увидел, что на столе стоит много спиртных напитков. Это немного смутило его, и управитель этого пира сказал, «Ну, ты один среди нас верующий, помолись, чтобы Бог нас благословил». Можно было отказаться и сказать, «Вы что, нечестивцы?» Но вместо этого он помолился. Я не помню точно слова его молитвы. За что-то он благодарил Бога, приглашал его, чтобы Бог разделил с ними вот эту трапезу, этот праздник. Интересно, что когда после молитвы он открыл глаза, «Говорит, я удивился, но на столе спиртного не стояло». Вы знаете, я думаю, это очень важно. Любые ситуации используют для того, чтобы через наши уста, наше поведение, наши слова «Господь приходил на то место, где находимся мы». Праздники – это особое время. Как я уже сказал, кто-то, может быть, столкнется с большой отверженностью. Вспомните о тех людях, которых Бог напомнит вам. Позвоните, напишите, поддержите этих людей, если почувствуете, что вы можете быть для кого-то благословением. Ну а там, где вы окажетесь в эти праздничные дни, я желаю вам вместе с собой привезти Господа на каждое праздничное мероприятие, на каждое застолье. Пусть Бог благословит вас в этом, во все праздничные дни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok